Примать в делу республиканским референдуме тяне. Такое питание у епископа Литского и Сморгонского Парфиры даже не возникало. Он никогда не застаётся в боку от политических кампаний, потому что необыяково ставится и до развития краины, и до жития громадства. Звычайно голосует дотермино. Не отделя в храме, не выходный день. Досрочно, чтобы в воскресный день немножко там богослужения, и сейчас более, так скажем, такая ситуация спокойная, ну чисто такой практический момент. Усе мы живём в храматстве и повинны выконовать певные обовязки, иметь певные правы. А еще повинны быть уполнены в том, что краина будет суверенной и мирной, будет развиваться и давать махчимость развиваться людям. Если будет в Беларуси так, выращать только ее народу. Тому отзначил епископ Лицкий Сморгонский Парфиры. Я сам удельничаю в референдуме по Конституции и лечу, что это повинны зарабить у всех, кто мая право голосу. Мы живём в обществе, и Церковь активно участвовала в обсуждении тех поправок, которые вносились в Конституцию, в наш закон. И я, в первую очередь, наверное, голосую за тот закон, который будет жить не только православным, наше государство, Церковь, но и каждый из нас. Я являюсь гражданином нашей страны. И, конечно, мне безразлично, по какому принципу будет жить наш народ, наша страна. И, конечно же, я считаю, что ответственность за этот выбор лежит на каждом из нас, как русский писатель Гоголь сказал, что общество состоит из единиц. И это вот каждый член общества должен делать правильный выбор, я считаю. Развитие, дальнейшее укрепление, духовно-нравственная сторона нашего общества – это всё важно на самом деле, очень важный вопрос, и поэтому мы не можем остаться в стороне. Не стояло пытания удельничать у референдума Тенея у Сократара Лицкой гепархии про Таирея Максима Цыгеля. Отказ был однозначный – удельничать. Вот только у основный день голосования у Яго может не быть часу, как присти на участок. Тому и он выросил, что лев ж сделать это заходя, и быть спокойным, что выконал свой грамадянский обовязок. Считаю, как своим долгом, так и, думаю, многие из наших граждан Республики Беларусь считают долгом проголосовать. Именно сегодня, в эти дни, когда референдум открыл свои двери для нас, мы с вами отдаём свой голос, и мы отдаём голос либо за, либо против. Хочу жить спокойно, хочу жить в мире, хочу быть здоровым, хочу жить в социально направленном, ориентированном государстве. Голосую за. Есть против, против вот тех отметок, дополнений, внесений, изменений в Конституцию, которые наш народ, мы изучали, вносили сами, самостоятельно. Никто нас не принуждал к этому. Не согласен? Голосую против. Но позиция и долг каждого гражданина нашей Республики должна быть такова – проголосовать. Почему голосую досрочно? По той причине, что завтра у нас суббота, и по церковному календарю, в преддверии строгого поста, родительская поминальная суббота. Завтра мы будем в храме, и завтра мы в церкви будем совершать запокойную молитву о наших усопших воинах, тех, кто даровал нам победу, даровал нам мир на небо. Мы завтра будем молиться о упокоении наших сродников, близких нам людей. В воскресенье же, ну, Кесарева, а Богу Божие, в воскресный день помни и чти его. Шесть дней работы, в день седьмый, Господу Богу твоему отдай время. Мне, как священнослужителю, необходимо быть в храме весь день. Потому сегодня я здесь. На участках для голосования у Лидии люди есть практически постоянно. Причем не важно, размещенные они в новом микрорайоне, где живет молодь, те в центре города был приватным сектором, где насильство больше пожилое. Люди и многие семьями идут по бюллетене и голосуют. Голосуют так, как бачать дальнейшее жизнь украины и свое. Наш участок расположен в старой части города, скажем так. Это частный сектор, это большинство преклонного возраста жителей. Но, тем не менее, на сегодняшний день активность очень высокая. Более 15% уже на сегодня досрочно проголосовало. Но, надеемся, в основной день выборов еще более активное население пойдет на наш участок. Наш участок располагается в центре города. Это говорит о возрасте избирателей. Это, как правило, пожилые жители. Но, хоть они и пожилые, приходят бабушки в 93-92 года, приходят активно, звонят, приглашают к себе в основной день голосования. Что касается явки, явка, я считаю, сейчас с каждым днем нарастает. Но основной поток пойдет, конечно же, в воскресенье. И я приглашаю всех избирателей прийти к нам на участок. В воскресенье будет очень интересно. В 12 часов силами учащихся нашей школы будет организован концерт. Будет весело, задорно. И я призываю каждого прийти и сделать свой выбор. Валентина Шиманович с категории тех, кто мает активную громадянскую позицию. Ей Амаль 80. А она пришла на участок для голосования, как поудельничать в референдуме. Чтобы еще лучше жили. Детерминовое голосование будет проходить и в субботу. Проголосовать завтра можно с 10 до 14, с 16 до 19 годин. В неделю, в основной день референдума, участки будут открыты с 8 годин ранницы до 8 годин вечера. Интересно. Арм. Расследнические стопы.